Главный пожарный Анапы. Роман Константинов показывает главе города образцы техники. Среди них новые 30-метровая автолестница и аварийно-пожарно-спасательный автомобиль повышенной проходимости. Это комплекс нового поколения, в комплекте инструмент, в том числе гидравлический и другое оборудование. Денис Домников показывает рукав высокого давления. Его можно развернуть за считанные секунды, чтобы оперативно потушить небольшое возгорание или начать работу, пока товарищи разворачивают основной рукав. Это важно, потому что каждая секунда на счету. На службу Денис пришел вслед за братом, после армии и трех месяцев учебы. Пошел уже четвертый год. Сегодня ему присвоили звание старшего сержанта, раньше положенного срока. Он был среди тех, кто минувшим летом тушил городскую свалку. На смену, со сменой, на цепной сразу туда. Тяжело работать, там не спали, почти тушили. Ночью тушили, днем тушили. Тяжело было тушить, потому что горело же не сверху, горело внизу. Проливали, много очень воды вылили, пробовали заливать водой. Бульдозерами, получалось, заливали и бульдозерами загортали мусор. По-другому не тушилось. На аналогичные пожары, на их тушение в других регионах тратится от месяца и более. Вы ликвидировали этого здания за 7 календарных. Огромное вам спасибо от всех анапчан за то, что большинство наших отдыхающих и жителей города даже не заметили этого происшествия. Глава города поблагодарил пожарных за их вклад в безопасность жителей и гостей города-курорта. Еще одним событием, которое могло бы обернуться трагедией, стал пожар в детском лагере «Витязь». В тот момент все службы и специальные городские сработали в буквальном смысле как часы. Никто не погиб, детей приняли в других лагерях. Я думаю, что уровень у нас взаимодействия очень высокий. Почему? Потому что мы не позволили и предотвратили возможные чересчайные ситуации. Проводится постоянный мониторинг как пожароопасной обстановки в городе, как и паводковой обстановки. Это взаимодействие проводится опять-таки с администрацией, с теми ответственными, даже с теми людьми, которые сегодня в муниципальном образовании города-куртоната работают по данному направлению. Одно из основных направлений взаимодействия – профилактика. В Анапе она начинается с детского сада. Сегодня подвели итоги 15-го по счету конкурса среди педагогов детсадов «Огонь. Опасная игра». Единственного в своем роде не только в крае, но и в стране. Зоя Молостова заняла первое место. Уже 10 лет она пишет сценарии тематических игр и утренников. Мои дети, выпускники, приходили. И вот папа один пришел, говорит, а мы пришли в одну студию заниматься. А вы знаете, мы не нашли пожарный выход. Вот я говорю, ой, не зря мы с вами все-таки занимались. Мы теперь везде приходим. И как вы нам сказали, зайди в помещение, посмотри, куда ты уйдешь в случае опасности. Вот это я считаю самое то. И дети наши, родители, света не было, а свечки не разрешили зажечь. Давайте фонари. Вот это вот видно, что действенно. Тем не менее, на последний рубеж готовы выйти 160 человек. В их распоряжении более двух десятков различных машин. Специалисты изучают новые здания, которые появляются в городе. Пути подъезда разрабатывают планы на случай возникновения пожара, в том числе и совместно с городскими службами. Главное оружие – постоянная готовность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!